Здравствуйте, микрофон и Михаил Хазин. Начинаем сегодняшнюю передачу. Она будет длинная, час, так что возможностей для задавания вопросов будет много. Но пока я несколько слов скажу о том, что происходит в мире, в экономической части. Буквально за последнюю неделю произошло два смешных события, но не за две. Это на самом деле процессы достаточно длительные. Детройт подал на банкротство. Детройт, напомню, это столица американской автомобильной индустрии, но был во всяком случае раньше. А в городе Майами против руководителей города открыли уголовное дело, обвинили их в финансовых махинациях, целью которых было сокрытие информации о реальном финансовом состоянии дел города. Целью этих махинаций было то, чтобы как можно более высоко окатировались на рынке городские ценные бумаги. Выглядит это все странно, как бы нам все время говорят, что экономика восстанавливается. Если экономика восстанавливается, что мешает рефинансировать долги? В реальности же мы понимаем, что происходит. Кризис продолжается, совокупный спрос падает. Тут, правда, нужно иметь в виду, что совокупный спрос падает, а компенсации этого спроса, естественно, все время нарастают. В Соединенных Штатах Америки, у которых госдолг был меньше, чем в среднем по Европе, в которой, кстати, там очередной рекорд достигнул совокупный долг стран-членов Евросоюза по отношению к ВВП Евросоюза, достиг очередных рекордных значений. Так вот, в Соединенных Штатах Америки, поскольку госдолг все-таки был меньше, чем в Европе, то по этой причине они начали компенсировать выпадающий спрос за счет бюджетных денег. То есть, хотя долг граждан немножко сокращается, но не сильно, за 4 кризисных года он упал где-то примерно процентов на 10, то общая поддержка домохозяйства со стороны государства, она выросла. И в этом смысле выпадение частного долга успешно компенсируется ростом долга государства. Ну, можно смело сказать, можно даже оценить, значит, долг домохозяйств на начало кризиса составлял где-то 15 триллионов долларов, упал он процентов на 10, то есть на сегодня он где-то 13-13 с половиной. А в Соединенных Штатах Америки наращивание долга происходит со скоростью где-то примерно триллион в год, то есть он за это время вырос на 3-4 триллиона. То есть, иными словами, темпы роста общего долга примерно в два раза, темпы роста долга государства примерно в два раза превышают темпы спада частного долга. То есть, в общем, общее положение дел в финансовом секторе Соединенных Штатах Америки не только не улучшается, но и достаточно быстро ухудшается. Но самый главный вопрос. Дело в том, что за счет чего в Соединенных Штатах Америки долг государства был там ниже, чем в Европе и в других местах. Дело в том, что в Европе основной долг, который создается государствами для поддержания жизненного уровня населения, он приходится на федеральный уровень. Долги муниципалитетов много меньше и, в общем, они не так активно прокатируются на рынке. Что нельзя сказать про Соединенные Штаты Америки, где рынок муниципальных облигаций и облигаций штатов это очень серьезный и крупный рынок. И, в общем, уже понятно, что мэры городов и местные политические машины с целью борьбы за голоса избирателей, с целью недопущения снижения жизненного уровня населения, очень активно последние несколько десятилетий наращивали свои долги для выполнения разных социальных расходов. А не получается, в общем, экономика падает и общий уровень налогообложения уже не может поддерживать для многих городов и штатов общий уровень задолженности. Обслуживать ее уже не получается. Отметим, кстати, что вся эта ситуация полностью разрушает всю вот эту вот идиотскую мульку с инвестиционным климатом, который придумали наши либералы. Дело в том, что инвестор вообще совершенно не волнует так называемый инвестиционный климат. Если в стране жесткая диктатура, то инвестор счастлив, потому что ему понятно, с кем и о чем договариваться. А если в стране, соответственно, замечательный инвестиционный климат, но вернуть инвестиции невозможно, как это, например, происходит в Детройте. Ну, согласитесь, в Соединенных Штатах Америки хороший инвестиционный климат. Значит, если вернуть не могут, то, соответственно, какой бы ни был климат, никому уже ничего не интересно. И вот это очень важная вещь, которую нужно понимать, что всех интересует не климат абстрактный инвестиционный, а возврат инвестиций. Так вот, в Соединенных Штатах Америки, несмотря на замечательный инвестиционный климат, вернуть инвестиции сегодня невозможно. По банальной причине, потому что объем долга, который имеет место в экономике, слишком большой. И, соответственно, куда деваться, непонятно. Так вот, все это привело к ситуации, в которой невозможно сегодня поддержать обслуживание того долга, который был создан за последние десятилетия. Разумеется, это все приводит к крайне негативным последствиям. Про Майами мы пока ничего говорить не будем, там еще о банкротстве не объявлено, а для Детройта ситуация...